В последнее время в администрацию Десногорска поступает информация от жителей города о том, что по квартирам Десногорца входят представители некоего негосударственного пенсионного фонда и запрашивают персональную информацию, такую как СНИЛС и паспортные данные. При этом представляются они как полномочные представители администрации города. Хочу обратиться к жителям нашего города и сказать, что администрация муниципального образования города Десногорск поручений и полномочий на получение персональных данных от жителей города не выдавала ни одной организации. Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу ведет работы по благоустройству города и ремонту дорог. Мы приступаем к реализации программы «Мой любимый город» и благоустройства придомовых территорий 1-го района 10-го дома, 1-й район 16-й дом и 2-й район 18-й дом, где будут установлены детские игровые комплексы, скамейки, газонограждения. Также у нас идет текущий ремонт дорог, автомобильных дорог, которые также входят в программу «Мой любимый город». Продолжается подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному сезону. Сейчас идет работа по утеплению конкура домов, все остальные работы уже практически завершены, закончился у нас на этой неделе. Вчера ремонт подрядными организациями герметизации шлоп на многоквартирных домах и начаты у нас ремонты трех многоквартирных домах города Десногорска в 1-м микрорайоне и 3-м микрорайоне. В Смоленске в Лопатинском саду 23 сентября пройдут мероприятия, посвященные 80-летию образования Смоленской области. В делегацию Десногорска войдут руководства города, представители крупных предприятий и коллективы художественной самодеятельности. Специалисты комитета по образованию принимают участие в работе семинара по проекту «Школа Росатома», который проходит в Москве. За прошедшую неделю инфекционные заболевания регистрировались на обычном уровне. Вакцинация от бешенства домашних животных проходит согласно плану.